Константин Натанович, я очень рада вас видеть сегодня. Здравствуйте, спасибо, только я хотел бы, чтобы вы квалифицировали меня не как борца за справедливость, сегодня это Камала Харрис делает и Джо Байден, это основная установка справедливости, равенства, я борец за свободу. Понятно, тогда в таком случае они борцы за демократию, они не расправедливость, они за демократию и в их понимании демократии, которая в общем-то не имеет никакого отношения к греческой демократии, то что они называют демократией, это в общем-то ахлократия в полном смысле этого слова и естественно разрушение Америки. Но это мы отдельно с вами поговорим на эту тему. Итак, информационный повод, конечно же, продолжает существовать, это освобожденные Яшин, Карамазо, Биловаров, которые показали себя в первой же пресс-конференции. Мы много говорили об этой пресс-конференции, вы много говорили об этой пресс-конференции. Я хотела бы буквально тезис на ваше отношение к тому, что произошло. Во-первых, это очень странное заявление трех освобожденных, и всего 16 было, с предложением Запада ослабить санкции. Причем среди тех, кто сделал это заявление, Володя Карамаза, который, собственно, этими санкциями и занимался, продвигал их. Я объясняю это себе следующим образом. Они были в заключении и потеряли связь с действительностью. Понимаете, призывать ослабление санкций для этого варварского режима или для граждан России, которые уже 25 лет под, 24 года под властью этих фашистов, в общем. Это непрофессионально, что ли, это странно, прежде всего. Понимаете, немцы были под властью нацистов с 1933 по 1945 год, всего 12 лет. Но исправление так называемого простого немецкого народа от нацизма заняло десятилетия. В 70-м году, когда вышел сериал, напомнивший немцам о том, что происходило во время войны, Холокост и самое главное, вот это, знаете, нежелание, что ли, вмешиваться, нас это не касается, как тогда тоже существовал этот немецкий анекдот, что «мама, в какой лагерь нас везут? Не знаю, дочка, я политикой не интересуюсь». Значит, это заняло десятилетия, и похоже, что фактически вот то поколение с извращенным сознанием, оно так и не излечилось. Она ушла из жизни, не передав следующему поколению эти идеи нацистские. Так вот, в сегодняшних условиях проявляется сочувствие граждан России, которые, собственно говоря, этот режим и создали, поддерживали. Я уже там устал рассказывать о 99-м годе, когда мы с Валерией Ильичной говорили о начале Второй Чеченской войны, и о взрыве домов, и о приходе к власти чекистов. И ближайшее окружение нам не верило, понимаете? Люди говорили, что нет, Путин – ученик Собчака, демократ до мозга и костей, понимаете? И в этих условиях я… Есть еще одно объяснение. Оно связано с тем, что, понимая, что их будет выпускать режим, он на них воздействовал сложными какими-то методами, способами, пропагандистскими. Я не сторонник теории, которая сейчас получила распространение, что Яшин, так же как и Навальный, сотрудничает с ФСБ. Он скорее, знаете, такой популист, такой неопределившийся политик, который говорил о том, что он поддерживает либертарианские ценности, либеральные ценности. Но он носил майку с Че Геварой, привлекал в это движение солидарности, то есть это фактически объединение демократов, коммунистов и нацистов, националистов. Вот он один из тех, кто создавал это движение, против которого Валерия Ильинична выступала, даже митинг проводила перед входом в этот съезд. У них был лозунг «Это съезд нечестивых». Да не идет муж честный на съезд нечестивых, это из Библии. Это первый псалом. Да. Если позволите, я отслеживала свое время. Перебивайте меня, просто я... Я прошу прощения, у меня когда-то с паузом вы взяли. Перебивайте, перебивайте. Перебиваю, все, я вас перебиваю, раз вы мне разрешили. Мы с вами говорим о стране, которая, в отличие от Германии, никогда не пришла в свой Нюрнберг. Не было суда над коммунизмом. Потому что если бы создал, был создан суд над коммунизмом, возможно бы. Иллюстрации были подвержены вот те лидеры, которые стали лидерами. Они никогда не уходили. Вы сказали о КГБ. КГБ всегда оставалось и никуда не уходило. Оно руководило, оно меняло свои формы, оно маникрировало. Но всегда КГБ оставалось у власти. Если мы проверим всех президентов, которые были, и лидеров нации, которые возникали, и которых позволяли выбирать, мы говорим сейчас о выборе без выбора, предложили и народ пошел. Народ не разбирается. Российский народ, там разруха в головах всегда была, и всегда есть. В отличие от тех же украинцев, в отличие от тех же евреев, у вас два флага, и израильский, и украинский флаг. Я говорю о свободолюбии народа, потому что свободолюбие русского народа заканчивалось всегда вот этим народным бунтом, безжалостным и беспощадным. Но тут сейчас даже на бунт народ не пошел, потому что он попытался объединить в одну телегу коня и трепетную лань. Вы сами сказали, как действовали они. Объединяя не объединяемые. Не понимая, что в этом стоит. И вот Чеченская война и первая, и вторая. Мы забыли о Грузии, которую делили, и очень хорошо отщепнули кусок. Мы забыли о восьмом годе, где просто взяли и Абхазию забрали. А потом наступил четырнадцатый год. И четырнадцатый год расставил все по своим местам. Медоимперия продолжала уничтожать свободомыслие, свободолюбие. И начинала она уничтожать вот именно в Украине, в Грузии, в свободных странах. Русский народ, которого очень жалеет сейчас, вот эти выпущенные на свободу тройка, он продолжал молчать. Он сначала чуть-чуть повыступал, и все. И это закончилось большой трагедией. И потом началась эмиграция. Вы в четырнадцатом году уехали. В девятнадцатом. В девятнадцатом. Я хочу вам сказать, вы продержались очень долго там. А теперь люди, которые представляют русскую оппозицию, вот я хотела бы немножко по персоналям пройтись, потому что для меня русская оппозиция – это, опять же, люди, которые выступают непонятно за что, на Ковесь, на Западе, и в действии их единицы, вот этих людей, а миллионы их не слышат. Вы знаете эту оппозицию изнутри. Расскажите ваше мнение, вот мне интересует ваше мнение о тех, кто позиционирует себя оппозиционерами. Ну, она очень разная. Это российская оппозиция. Есть партия народной свободы Михаила Касьянова, который сейчас в таком замороженном состоянии. Есть структуры, которые пришли на смену настоящей оппозиции, имитация оппозиции этого. Навальный, вся его структура – это такой обширный, очень дорогой проект, который продвигал КГБ, ФСБ, продвигая националистов. Навальный в первый период своей, так сказать, политической карьеры – просто мальчика с русского марша, который продвигали КГБшники. Вы говорите о большой роли ФСБ, КГБ. Ну, да, они не потеряли своего влияния, наоборот, усилили. И сегодняшняя власть – это власть вот этих отчаянных бандитов. ОБПУ создавалась из, как тогда говорили, деклассированных элементов, из людей, из бандитов, из людей без социальной базы, без каких-то устойчивых взглядов. Я не очень с вами согласен, что народ продолжает молчать. Это цитата из Бориса Годунова. Народ, к сожалению, не просто продолжает молчать. Народ активно поддерживает Путина, эту войну в Украине. Народ поддерживал заход Крыма. Народ поддерживал благодаря пропагандистской кампании оккупацию, там, части Грузии. Абхазия – это чуть более ранний процесс, но тоже это часть Грузии. И Путин сегодня делает все, чтобы эти колониальные территории оставались под влиянием России. И не только Грузии, и не только Украины. То же самое в Приднестровье, Молдове. То же самое в Сирии. Часть территорий, которые контролируются спецслужбами российскими, ЧВК-Вагнеру, российскими военными. Россия теперь уже ограничит с Израилем на голландских высотах. Россия присутствует. Но это еще не так, как было при Советском Союзе, но тем не менее Россия присутствует в Венесуэле. Россия очень активно и участвует в спецслужбах в подавлении протестов российские спецслужбы. Россия присутствует в Центральной Африканской Республике, отжимая золотоносные районы, конкурируя с другими бандитами. Россия присутствует в Судане. Россия очень активно поддерживает сегодня Иран. Значит, вот эти последние визиты Шойгу, там, всех этих военных, министра иностранных дел, участие в авантюрах Ирана. Вот Россия находится в договоренных отношениях с Демократической партией США. И Демократическая партия в ответ позволяет ей действовать почти открыто в Украине, где Демократическая партия Джобайбин, Энтони Блинкин считают, то есть не боятся открыто говорить, что они не хотят допустить разгрома Путина, разгрома авторитарного режима, режима, который вывел человечество на грань ядерной войны. Понимаете, это чрезвычайно опасная ситуация, и ну все вот это какой-то, знаете, тут одновременно говорили о социалистическом интернационале, там Шваб, там Демпартия, остальные, значит, канадский премьер, а здесь возник какое-то новое качество, террористический интернационал. Понимаете, у меня такое впечатление, что если в прошлый раз Демократическая партия Соединенные Штаты, ну хотя бы делали вид, что они защищают Израиль от Ирана, там подтянули два флота, которые там не очень активно участвовали в противостоянии, то я, знаете как, я не удивлюсь, если в следующий раз нападение на Израиль будет осуществляться в том числе и с кораблей Соединенных Штатов, если демократическая администрация останется у власти. Но они вчера, они на днях подтвердили, что они будут поддерживать Израиль. А четко... Это слова, они говорят о том, что они поддерживают Украину, они говорят об этом каждый день. Речь Байдена о поддержке Украины, если бы в ней было хотя бы несколько процентов правды или действий, было бы просто счастьем для нас, но это все ложь, подлая, гнистая ложь. Я с вами темнотно согласна, я об этом пытаюсь говорить по-украински и объяснять своим друзьям в Украине, что они неправы, они видят только ширму. Я вернусь к Борису Баденову. Народ безмолвствует, там дословно было. Так вот, вот это безмолвствие вот этого народа и хор, который поет, если мы говорим об опеле, хлеба, хлеба дайте голодным. И юродивый. Помните юродивом? Да, 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 да. Да, отмени юродивого копеечку. Юродивый, встань, Богу помолись, царю поклонись. Дословно. И вот мы сейчас пришли вот к этой квинтэссенции Богу помолись, и они разбивают лубы в их видении православия, а их патриарх благословляет убийство. Убийство, которое является одним из действительных грехов. Вот о чем мы говорим. И лубы они разбивают в вере в царя-батюшку. Это всегда было, всегда есть. И вот этот вот приедет барин, барин нас рассудит, оно всегда вот в этих барх. И бари расправляют крылья и продолжают вести свою политику. Далекую от Бога, далекую от понимания сути человеческой жизни. Они просто убивают. Приходят и убивают. Они убивают своих. Навального убили. Каким бы он ни был, его убили. Навальный мог бы остаться жив, если бы он не вернулся. Он вернулся. Вот теперь вот эта троица освобожденная тоже хочет вернуться. И ради чего? Ради какой борьбы? Кто им позволит что-либо сделать, когда миллионы добровольцев российских идут убивать в Украину добровольцам? Мы говорим сейчас о добровольцах. И единицы становятся под вот эти сине-белые штандарты против войны. Батальон собственно свободы России этот флаг предложил. И они приняли этот флаг. И смешно выглядят эти люди размахивающие такими флагами в единичных экземплярах, которые выходят например на Бордвок в Бруклине. или где-то еще их единицы. И они размахивают флагами не у посольства российского, не у консульства российского, не у организации объемных наций. Они показывают, что вот мы здесь мы поддерживаем. А мне всегда хочется сказать, вы так хорошо поддерживаете, идите и сражайтесь с оружием в руках за вашу и нашу свободу. Вот этих сражающихся два батальона. А миллионы и тысячи с нулями воюют против Украины. Как перевернуть вот эту ситуацию? игла находится в Кремле Кащей Бессмертного. Понимаете, противостояние с режимом это самое главное. Это то, чего не хочет делать демократическая администрация. Хотя бы просто ослаблять режим. Вы абсолютно правы насчет трибунала над коммунизмом. Потому что я бы сказал, что это яйцо, в котором игла Кащаева находится. Этот трибунал должен был бы, как произошло с фашизмом, во всяком случае, остановить эту заразу, инфекцию, которая распространилась по всему миру и продолжает отравлять жизнь многих народов, продолжает отравлять жизнь нам с вами в Соединенных Штатах. Понимаете, вот эти социалистические идеи, что делать? Вы не очень точно процитировали, Борис Гатынов просит помолиться за Иродиеву. Иродиев говорит, что Илья молится за царя Ирода. Мы с вами уродиевы, мы еще есть, у нас мало, но мы продолжаем эту борьбу, мне кажется, это мы и должны делать. А то, что происходит в общественной среде, ну вот те же самые Володя Карамурза, он уже встретился с Гольфаном, они уже выступили в поддержку демократической партии, фактически, понимаете, я бы не рассматривал это как предательство, но скорее неточность что ли в позиции. Понимаете, требовать от всех однозначности, но это не в наших силах. Мы должны делать свое дело, знаете, делать все, что нужно, все, что обязан, а там уж как сложится, будь что будет. Наше дело продолжать борьбу, продолжать говорить, вот вы говорите граждан России вам не удается переубедить, или граждан Украины в том, что демократическая администрация опасна для Украины. Ну, давайте продолжать делать, уже меняется ситуация. где-то год назад, полтора, 90% украинцев делали ставку на демократическую администрацию, на Джо Байдена, им очень нравились его заявления, им очень нравились обещания поставить самолет Уф-16, это началось два года назад, понимаете, ну вот, несколько дней назад они наконец прибыли, вот, ну, что-то все-таки происходит, тем более, что, давайте быть честными, от нас многое зависит, от того, что произойдет в Соединенных Штатах, и от того, насколько в Соединенных Штатах к власти вернется адекватная администрация, традиционалисты, которые защищают вот ту американскую систему ценностей, от этого зависит и то, что будет с Россией, и то, что будет с Китаем, и то, что будет с Украиной, и нападет ли Китай на Тайвань, при этой администрации там был очень короткий момент, когда Джо Байден в начале, Китай говорил, что он не против присоединить себя Тайвань, Джо Байден вдруг сделал заявление, а мы не будем вмешиваться в конфликт, как с Украиной, понимаете, тут же на дыбе встали там японцы, южные корейцы, остальные там Австралия, Новая Зеландия, Тихоокеанского региона, демократия, потому что для них это опасно, Китай имперский, Китай, который начинает уже захватывать нейтральные территории, территории других государств, это уже прошедший этап, когда он захватывал Гонконг, буддистов, вот, теперь уже он расширяется дальше, тоже это опасное явление, явление, которое может быть, если говорить о глобальных процессах, опаснее даже того, что происходит в войне в Украине. Смотрите, мы с вами беседуем на тему связанную вот с геополитикой и вот российская позиция в этой геополитике. Вы упомянули Гольфарба. Я хорошо помню, что Александр Гольфарб писал в Фейсбуке и не только в Фейсбуке в 2020 году. Он сказал, это когда вышивал голос БЛМ, когда Нью-Йорки, извините, сражались с БЛМщиками и Антифой. Когда жгли американские флаги, я хорошо это помню, потому что участвовал во всех митингах в поддержку полиции. Я лично дралась с этими БЛМщиками и очень хорошо помню, кстати, со мной дрался тогда Андрей Азакин. Мы по обратим по борьбе физической, можно сказать. Я хорошо помню, что написал Гольфарб. Он написал, что пусть все сгорит, лишь бы Трамп не пришел к власти. Вот идея его была такая. Скажите, почему вот эти попадающие на запад Гольфарб это коллективный такой образ демократический. Они идут исключительно под крылок коммунистической партии, демократической партии, коммунистической партии, я не ошиблась, знаете, по Фрейду прямо. И вот они идут и они защищают. Обратите внимание на деятельность, всю деятельность последних лет того же Каспарова с его форумом «Слово на Россию». Он исключительно поддерживает демократов. И эти демократы оплачивают. Посмотрите на Швеца, который является агентом КГБ и так пожизненно остался. Посмотрите на Пионковского, на всех вот этих людей, которые из русской оппозиции, и они сидят на грантах, сидят на поддержке. Я смотрю, что происходит. У нас есть Рашкин, он не оппозиция, он типа американец. Карина Лужова приехала, открыла свой рот и там полилось. И все они на демократической стороне. Ну, слава Богу, у Каспарова сейчас немножко мнение изменилось, и он стал критиковать даже немножко Байдена. почему так происходит. И все эти люди, которые убежали от своего тоталитаризма, предлагают Америке вот этот тоталитаризм демократической партии. Почему они вот с этими людьми, которые являются причиной всех проблем сегодняшнего мира? Должен вас чуть-чуть поправить, Лена. С удовольствием, у нас же с вами беседа, дискуссия. Когда вы говорите об оппозиции, вы к этому замечательному явлению примешиваете людей, группы к оппозиции, не имеющей вообще никакого отношения. Понимаете, если оппозиция называть вот то, что создавало ОГПУ, проводя операцию Трест, возникает ощущение ну да, сумасшедшего дома. Часть оппозиции выступает за это, а другая часть против этого. Это не оппозиция. Поймите, Гольфарб, Швец, Пянковский, они не имеют никакого отношения к российской оппозиции. Это люди, которые подвигают установки демократической партии и их поддерживают. Пянковский старый человек, вы просто проявляете сочувствие, они, демократическая партия помогает ему просто материально выживать. Вот, он не может работать, он может произносить вот эту единственную фразу, за которую его любят, что неужели никто не решится этого Трампа прикончить наконец-то, совершить этот теракт против Трампа. Они занимаются пропагандой, за это платят, платят очень хорошо. Я рассказывал, мне пришлось оставить одно информационное агентство, потому что американские фонды, несколько фондов, в восемнадцатом году отказались его поддерживать, потому что эти, это агентство не выступало против Трампа. Моя книга, которую я в двадцатом году опубликовал, мне позвонило журналистов там пять-шесть известных, с одной и той же фразой. Это сенсация, вы предупредили о событиях Найна Левед за два года до того, как они произошли. Мы будем делать с вами интервью, мы раскрутим вашу книгу. Но вы, конечно же, против Трампа, когда говорят, я президент, я президент биржи, я бизнесмен, как я могу быть против здравомысля за социалистов, за коммунистов, как? Я создал еще при коммунистах в девятнадцатом году антикоммунистическую лигу, и Крючков просто скрипел зубами, а Горбачев вроде решал мне это, понимаете, тогда, ну, запрещал бороться с этим ужасным боровым антикоммунистом, вот, а как я могу поддерживать социалистов? Вы знаете, я слушаю вас, но очень хотелось бы, чтобы... Еще, еще, я забыл главное сказать, вот вы сказали, там, убитый, там, Навальный этим режимом, Навальный, это один из проектов этого режима, никто этого Навального не убивал, это величайшая трагедия Путина, этого режима, что Навальный умер от этого тромба или еще чего-то. У них насчет него были планы, уверяю вас, что он бы произносил значительно громче, чем Яшин, заявление о том, что необходимо снимать санкции с Путина. Значительно громче, эффективнее, и все его... Они миллионы, миллионы долларов стоят, эти информационные порталы, созданные ФСБ, созданные Путиным за границей, в Литве, в Чехии, во Франции, понимаете, когда мигранян создает институт исследования во Франции или там в США, где-то, я не помню, где он первый раз, ну, нам всем ясно, что это деньги Путина, что это продвижение путинской пропагандистской кампании. Ну, и вам должно быть ясно, что Навальный. Это тоже Путин, это тоже продвижение вот этой самой операции Треста, ГПУ. Вы знаете, я об этом же говорила и писала, я абсолютно согласна с вами, просто есть вещи, которые вы знаете глубже меня, в связи с тем, что в свое время, в 14-м году, я просто, знаете, как бы отрезала это из своей памяти, то, что превратилось в территорию ЗИ, я киевлянка, мои друзья гибнут на фронте, мои родные страдают от того, что там происходит. И это для меня очень незаживающая болезненная рама. Я смотрю на вот этих размахивающихся белых, сильными флагами, произнощающих речи, путешествующих по разным странам, собирающиеся, и что-то они обсуждают. Вот как вы считаете, вот бесполезность этих зубборов, она очевидна, потому что гора рождает мышь, и эта мышь превращается в крысу, поедающую вообще сознание людей. И сейчас у нас вот эти так называемые хорошие русские создают, вы правильно сказали, свои порталы в Литве, они создают свои порталы на Западе. Они остаются теми, кем они есть, но с западным акцентом. Я говорю о Дожде, я говорю о голосе, эхо Москвы, и русские люди, и многие русскоязычные люди их слушают. В какой момент вы понимаете, что это мягкое сопротивление злу остается голосом зла? это очень сложный вопрос. Вы знаете, он, корни его, я вижу, еще в советском режиме. Многие люди, которые делали карьеру в Советском Союзе, они говорили, что я вступлю в коммунистическую партию для того, чтобы количество порядочных людей в КПСС становилось больше. они вступали и количество порядочных людей становилось еще меньше. Понимаете, это не сопротивление, это вопрос, я даже ролик об этом специально делал, вопрос уровня, степени компромиссов. Вот Валерия Ильинична очень четко мы вместе сформулировали это компромисс невозможен по принципиальным вопросам, невозможен. В тот момент, когда вы идете на компромисс со злом в этих самых принципиальных вопросах, вы поддерживаете зло. Левочка любила цитату по этому поводу, что нет мира между Богом и дьяволом. Понимаете, это на самом деле это явление еще, ну вот очень ярко было, знаете, в Советском Союзе. Многие люди оппозиция режима, правозащитники, они не выступали против режима, они боялись этого и не хотели осознанно, они говорили, мы призываем коммунистов, КПСС, режим, соблюдать свои законы, мы не боремся с КГБ, и когда Новодонская говорила, что КГБ в Советском Союзе, говорила, КГБ это преступная организация, правозащитники в обморок падали, хватали заголову, что она говорит, провокатор, Сергей Григориан, с которым я дружил, на каждое ее заявление, что КГБ это преступники, что Советский Союз это тюрьма, а КПСС надо судить международным трибуналом, он называл Новодонскую агентом КГБ, потому что это слишком провокационное заявление, понимаете, нету мира между Богом и дьяволом, и по принципиальным вопросам нельзя идти на соглашение, вот вы, это же такой неочевидный факт, то, что демократическая партия пытается отменить систему ценностей свободного мира, они же заявляют, говорят об этом, что мы за американскую систему ценностей, мы ее хотим сделать лучше, скорректировать, мы хотим больше справедливости, говорит Кэмбел Харрис, пропагандистская компания, с которой я столкнулся в шестнадцатом году, безумная пропагандистская компания, лживая, подлая, и я одному нашему общему знакомому говорю, слушай, говори, ну это советская пропагандистская компания в шестнадцатом году, он говорит, ты путаешь, от Америки, тут такого не может быть, чтобы секретарь обкома звонил главному редактору газеты СНН и требовал, я говорю, да нет, это пропаганда обычная, вот, и Саша Куприн со мной сейчас он согласен, но тогда он с нами сейчас согласен, я знаю, да, но тогда он говорил, что нет, не может быть пропагандистской компанией, все, всякий социализм везде в мире, в любой части мира заканчивается ГУЛАГом, концлагерем, то, что они продемонстрировали после шестого января, эти полторы тысячи заключенных, людей, которые просто высказали свое мнение, это концлагерь, то, что продолжается на том же фейсбуке, в Ютьюбе, у меня висит предупреждение там из семнадцатого и девятнадцатого и двадцать первого года, на Ютьюбе, да, предупреждение, что еще раз вы фейк-ниуз будете, а это были не фейк-ниузы, это были просто мнение мое, я никаких новостей не сообщал, никаких фактов, вот, так что это страшное явление, если оно, мир не исчезнет моментально, после того, как победят социалисты, коммунисты, но Соединенные Штаты перестанут быть лидером западного сообщества, и западное сообщество существенно ослабеет, если победят коммунисты. Когда мы об этом говорим с вами, мы понимаем, о чем мы говорим, люди не понимают, они верят в свои какие-то мифы, но мы всегда помним, что тот, кто владеет информацией, владеет миром. Мы всегда помним, и я часто говорю, напоминаю о фаусте, вот этот фауст для меня это высшая мера конформизма. Вот сейчас мы говорим о том, что или вы становитесь конформистом, и на этом ваша свобода заканчивается, или вы становитесь, остаетесь свободным человеком, и продолжаете до последнего стоять на стороне правды, факта, а не пропаганды, которую вам предлагают. Я не знаю, вспомнила о владении миром, потому что пропаганда вся, и СМИ, 92-94% принадлежат нашим оппонентам, а если говорить серьезно, нашим врагам, идеологическим врагам, как в этой ситуации добиться победы, когда все, что ты пишешь в качестве факта и правды тебя мгновенно помечают, и мгновенно тебя вытирают. У меня это каждую практическую неделю происходит такое. И они пальчиком не грозят, и они просто сносят аккаунты, они уничтожают, и не дают возможности нормально говорить правду. Потому что у них своя правда, у них свои цели и свои задачи. Как в этой ситуации продолжать борьбу? Нас слышат единицы. Это неправда. Не увеличивай. Нас слышат все. Этот вопрос мне задавала в 2006 году Лячка Новодворска. Она говорила, что нас никто не слышит, нас слышат единицы. Я ей объяснял, что в условиях пропаганды нас слышат все, даже то, что ты скажешь шепотом, услышат все. И мы это проверили, кстати говоря, в августе 2008 года, когда шла мощнейшая антигрузинская пропаганда. И мы вляли какой-то сайт, журнал The New Times, там было несколько сотен посещений в день. И через несколько дней там стало количество посещений 200 тысяч. мы организовали мост информационный с правительством Грузии в Бересе. И все, кто с нами сопротивлялся, в конце концов, мы признали нашу правоту, что это была провокация Путина, что Саакашвили фашистский лидер, как его называли, Борис Немцов, Юлия Латынина, А он нормальный, сторонних демократий, никакого схемвали он не бомбил. Это дьявол Путин. Вот, так что не применьшайте наше значение. Мы шепотом что-то говорим, нас слышат все. Вы знаете, я сравнивал эту ситуацию с 19-20 годом, когда ко мне в ленту приходил более-менее известный политик и говорил Константин, к которому мы знакомы были из оппозиции. Константин Натанович, так вы, оказывается, фашист? Я ему отвечаю там, Вася, дорогой, что случилось, почему я фашист? Вы поддерживаете фашиста Трампа. Понимаете? И это была другая ситуация, это был пик пропагандистской кампании. Вот, сейчас, ну, согласитесь, нас поддерживает значительная часть общества. Хотелось бы верить, что они придут и проголосуют правильно. Вот эта часть общества, которая нас поддерживает. Я голосовала дважды за Трампа, я буду голосовать третий раз за Трампа. Я гражданка этой страны, я своим голосом буду поддерживать своего президента, потому что я вижу разницу между тем коммунизмом, социализмом, который нам предлагают не большевики, а демократической партнерами. Вижу тем, что написано было декларацией независимости моей страны, конституции моей страны, во всех поправках. У нас нет демократии, у нас демократическая республика, и об этом мы должны помнить и напоминать нашим гражданам, потому что демократия, да, она приводит к тому, что мы сейчас видим. Вы говорили о Линкене, вы говорили о Байдене, я хочу напомнить о Сальване, которому назначили быть посредником между Россией и Израилем. Между... Это тот человек, который, собственно, запустил российские следы в 2016 году. Это он, непосредственно, будучи начальником штаба предвыборного Клинтон, выполнил заказ. И вот этот человек, который общается с Россией постоянно, с руководством России, который работает не на Америку явно, а против Америки на стороне России. А работая против Америки, это, естественно, против Украины, против Израиля, против того, что должно, мы уже говорили тоже в наших передачах, называться вот тем самым жандармом, который следит за порядком в мире. «Слабая Америка это слабый мир». Как Вы считаете, вот в этой борьбе между глобалистами и людьми здравого смысла кто может победить? во-первых, насчет жандарма я хочу немного поправить. Знаете, у либертарианцев, которым принадлежит, между прочим, и Трамп, и Хавьер Мили, есть такой термин, широко используемый, государство тире ночной сторож. То есть, оно следит за тем, чтобы не происходило трагедии. То есть, оно, в общем, старается не вмешиваться в эти процессы. Я бы называл Соединенные Штаты вот этим самым сторожем, не жандармом, потому что это тоже пропагандистская установка антизападная, российская, скажем, вот конфликт в Югославии, когда Домашевич начал этнические чистки, США, которые борются с Югославией. США, во вторую очередь боролись с Милошевичем, с ним боролись европейцы. Понимаете? Я, вы знаете, насчет Саллвана, значит, я был главным дебатером журнала Америка с 2000 по 2004 год. Этот проект был закрыт одним из послов Александром Вежбу. Он был закрыт именно потому, что журнал Америка стал публиковать интервью с противниками Путина. А Александр Вежбу создал в своей резиденции в Спаса Хаусе, как потом Госдепартамент его обвинял в этом, он создал клуб бывших чекистов. И Александр Вежбу был заместителем генерального секретаря НАТО в 2014 году, когда происходил захват Крыма. Вы знаете, вот эти бывшие послы, я сейчас на Салливана намекаю, они находились в таком близком сотрудничестве с чекистами, что они фактически в этом нет никаких сомнений, они стали лоббистами чекистов чекистского режима. И очень может быть не бесплатными лоббистами. Понимаете, потому что мы с вами знаем, что Путин, чекисты, Кремль используют вот этот коррупционный механизм очень широко и очень активно. В Европе покупали президентов, просто президентов. И если вы помните, Медведев разговаривал с Бараком Обалом, это случайно попало под запись, значит, он напомнил Бараку Обаме, что тот кое-что обещал Путину. И Барак Обама согласился, да, 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 я помню, передай Владимиру, чтобы он не волновался, все будет выполнено. Вот эта лоббистская деятельность, это тоже признак коррумпированных социалистов. Они очень коррумпированы. Это проявляется в Европе особенно сильно. в Канаде, так сказать, известный нам с вами премьер, который очень любит социалистов, Путина, во многих местах. Это большая проблема, ей надо заниматься. Я думаю, что это будет тема нашей следующей встречи, потому что вот этот лоббизм, вы вспомнили о либертарианцах, а я сразу вот эта змея, Донт вот эта змея с 1775 года существовала. И она существует, но она дошла до такого состояния, когда партия изнутри разваливается. Мы вспоминаем выборы в этом году, либертарианскую партию. Они избрали трансвестинта, гея, непонятно кого, и партия вся ничем не занимается сейчас, их не видно, не слышно. Она не может стать даже третьей силой, которая доведет дело до конца. Когда мы говорим о Хавеле Милее, мы видим вот тот образец, который остался либертарианства, вот там в Аргентине. А у нас это непонятно что. У нас всегда индивидуальная борьба, Лена, всегда. Пиночет с его чикагскими мальчиками. Это не политическое движение, не политическая партия. Это всегда индивидуальная борьба. И как мы видим, всегда успешная. Это очень интересная тема. Кстати говоря, насчет либертарианской партии. Ну вот у нас сегодня, прямо сейчас, эти скандалы на Олимпийских играх с мужчинами, которые сбивают женщин на боксерских поединках. Я думаю, что если к власти вернутся республиканцы, это все закончится очень быстро. И у меня почему-то подозрение такое, что вот это голубой пояс Соединенных Штатов, Штатов, в которых поддерживаются демократы, социалисты, это тоже результат фальсификации. Я думаю, когда будет принято законы, на которых настаивает вот сейчас Майк Джонсон, законы, которые не позволяют нелегальным иммигрантам голосовать, я думаю, все изменится в том числе и в демократических условно говоря штатах. Я просто вокруг себя наблюдаю здесь, в Калифорнии, американцы в ужасе от того, что делает губернатор Калифорнии Галлен Юсом, от того, что он делал, но каким-то образом странным. ему удается получать поддержку и почти нет никаких сомнений, но я, по-моему, у вас рассказывал или нет, целые группы есть, которые активистов. Я в свое время очень внимательно наблюдал за группами поддержки Бонни Сандерса. Они почему-то считают, что раз из России, то обязательно коммунист. и они мне честно рассказывали, как они устраивали эти карусели на автобусах в соседние штаты голосовать о том, как они собирали бюллетени для голосования, которые рассылались верным способом. И они, в общем, не очень скрывают это, они очень сильно отличаются от традиционных американцев. Они не считают зазорным журничеством на выборах просто обмануть, доказать, что право они путем фальсификации. Это другие американцы. Американцы созданные вот этой социалистической партией и социалистической профессурой в университетах. Цель и правдивое средство. Это старо, как мир, и поэтому они творят то, что они творят. Я рада, что республиканцы начинают сейчас судить отглубь. Я рада, что пошло это движение. Я слежу за тем, что происходит, потому что без этого невозможно понять происходящее. Константин Натанович, спасибо вам за вашу деятельность, за ваш неполит корректный тон. Спасибо за то, что вы открываете глаза, поднимаете веки, знаете, тем, кто способен видеть, видеть, потому что слепые ведут слепых. Они не хотят видеть, очевидного. Они не хотят видеть, потому что, знаете, зрение связано с вот этим, то, что у нас в голове происходит. Поэтому я думаю, что мы будем с вами встречаться и обсуждать вот такие проблемы. Проблемы, существующие в нашем обществе, которые нужно просто, знаете, как вот тыкнуть и сказать вот это правда. Мы будем это с вами делать. Спасибо вам. Усилия вам, здоровья вам. Всего самого доброго. Спасибо. Я напоминаю, с вами сегодня был Статья Натальевич Боровой. Я, Илья Напрягова, вы на канале Континент. Континент это единственный в общем-то канал, я говорю о канале консервативном, это издание, и поэтому подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, распространяйте видео и будьте на правой стороне истории. Всех вам благ. Спасибо. Спасибо.